Здание поликлиники номер один построили около 30 лет назад, с тех пор его не ремонтировали. На конец мая этого года началась реконструкция холла в рамках совместного проекта Госкорпорации Росатом и ФМБА России в рамках программы совершенствования качества и оказания доступности медицинской помощи. 11 октября обновленную входную зону торжественно открыли для горожан. Благодаря тому, что Саров стал одним из пяти участников этой совместного пилотного проекта, нам это позволило воплотить задуманное в жизнь и не только произвести ремонты в поликлиниках, но и достигнуть некоторых прорывных важных результатов в организации оказания медицинской помощи. Горожане, саровчане получают обновленную поликлинику, не только взрослую, но мы побывали уже и в детской поликлинике. И это случилось благодаря тому, что несколько ветвей власти, это город, это ядерный центр, это ФМБА России, Госкорпорация Росатом слились воедино и сумели реализовать этот проект. Мне очень сегодня радостно от того, что именно в Сарове мы открываем первые объекты, потому что еще четыре города пилотных проектов, они еще будут открываться, а в Сарове это первая ласточка. С 2018 года больница участвует в национальном проекте «Бережливая поликлиника». Тогда же задумались о ремонте входной зоны. Пока ждали финансирования, сотрудники поликлиники сами проделали немало работы, разделили функции регистраторов и уменьшили тем самым очереди. Внедрили информационную систему, чтобы у каждого врача и без карты был доступ к истории болезни. Но и после всех изменений медикам хотелось, чтобы пациентам в поликлинике было комфортно и удобно. Теперь, после ремонта, первым делом на входе посетители будут встречать администратор, выдавать справочную информацию и курировать маршрутизацию. И также на него возлагаются функции встречи пациентов с маломобильных, те, которые, может быть, сюда будут доставлены на колясках. Регистратура у нас теперь, как вы увидите дальше, она полностью открытая. Если вы обратили внимание, то теперь в этом поле вообще нет амбулаторных карт. Он светлый, просторный, здесь много воздуха. Администраторы не будут отвлекаться ни на звонки, ни на поиски карты, ни на что. Они будут работать исключительно с пациентами. Запись на прием, на текущий прием, на плановый прием. Также оборудовали гардероб, отдельную регистратуру для тех, кто пользуется добровольно-медицинским страхованием или платными услугами. Появилась также зона для кафетерия, скоро он откроется. Также, благодаря ремонту, удалось разделить потоки пациентов, а делить инфекционных больных от всех остальных. Кабинеты неотложной помощи теперь снабжены большим изолированным холлом, с комфортными местами ожидания. И они находятся в общей массе, в общем зале. Кроме того, этот холл, поскольку он соединяется с инфекционным блоком и имеет выход на улицу, то в случае эпидемической ситуации, скажем, коронавирусная инфекция, грипп и так далее, этот блок может быть изолирован и отведен исключительно для приема инфекционных больных. То, что можно видеть в обновленном холле – лишь верхушка айсберга. Самое важное – это оптимизация процесса оказания медицинской помощи. Пациент должен быстро дозвониться, записаться и попасть на прием точно в то время, на которое записался. Именно такие простые подходы и реализуют в рамках ПСР-проектов Росатома и ФМБА. То, что вы видите, это способ решения определенных проблем. Соответствующая организация пространства, она позволяет развести потоки таким образом, что больные пациенты не пересекаются со здоровыми. Пациент, который приходит в поликлинику, не ждет очереди, он сразу же получает ту услугу, которую он хочет получить. Когда мы начинали эти проекты, было некое неверие в глазах, неуверенность в том, что все у нас получится. Сегодня мы видим, что получилось все, что мы хотели. И одним из главных результатов этих изменений мы на самом деле считаем изменение отношения людей – руководителей, врачей, среднего медицинского персонала. Большое внимание сегодня уделяется развитию амбулаторной медицинской помощи и первичного звена здравоохранения. Именно там закладываются основы улучшения демографических показателей. И задача – максимально развернуться лицом к пациенту. По сути, то, что сделали в первой поликлинике – это новая модель медицинской организации. Это в первую очередь максимально благоприятные условия для пациента. И снижение потерь. Что мы бережем? Мы бережем время. Мы бережем время пациента, мы бережем время медицинского персонала. Мы высвобождаем время врача для того, чтобы он мог отвлечься от рутинной работы, минимально обращал внимание на заполнение вручную медицинских карт, например, искал эти карты и максимально уделял больше времени пациентам. Но на этом проекте совершенствование качества и доступности медицинской помощи не останавливается. Запущен голосовой помощник, который сегодня может одновременно удерживать до 100 звонков. Уже 30% пациентов с его помощью вызывают врача на дом. В следующем году работа над расширением его функционала продолжится. Также благодаря проекту оптимизации процесса плановой госпитализации пациентам приходится ждать не 2-3 недели, а 3-5 дней, чтобы лечь в больницу. Кроме того, запущен проект по оптимизации процесса направления в Бюро медико-социальной экспертизы. Теперь пациент в небольшие сроки проходит все необходимые обследования и получает документы. Мы совершенно не собираемся останавливаться. У нас есть уже идеи на следующий год. Они пока согласовываются. Я могу только сказать, что в следующем году мы хотели бы заняться такими двумя очень необходимыми для наших пациентов темами, как создание в совершенстве процесса реабилитации пациентов, которые перенесли травму или имеют заболевание горно-двигательного аппарата, или перенесли ковид. Вы понимаете, что сейчас пациентов таких, ну, они нуждаются в очень длительном, в курсовом, многоплановом лечении, которое нужно отслеживать. Мы хотели бы сейчас оказывать помощь этим пациентам целенаправленно.